Хочется, что предоставляется Владимиру Владимировичу Белякову. Владимир Владимирович, пожалуйста. Спасибо. Дорогие коллеги, я говорил вначале, что издание нашего сборника, тезисов, задержалось, и только вчера вечером я его привез из типографии, а вот со сборником, посвященным Первой мировой войне, была абсолютно другая история. Мы и не надеялись на то, что он выйдет в конференции. А он вышел, причем за некоторое время, на конференции. Должен вам сказать, что изборник-то, когда планировался, то в расчет были приняты заявки, уже поступившие к этому времени на конференции. И получилось так, что целый ряд докладов, в том числе и мой собственный, оказались уже опубликованы. Уже опубликованы. Вот. Поэтому я очень коротенько, может быть, чуть больше, чем тезисы, и в несколько другой форме, так эту тему и заложу. А началась она вся с детектива. Я много лет работал в Египте. И вот представьте, Суюнос везде, и в конце еще 80-х годов, в Тераль-Кибире, между Каиром и Смолием, на английском военном кладбище, нахожу пять русских могил марта 1919 года. Но что в марте 1919 года в Египте была революция против англичан, это я, конечно, к этому времени не знал. А что еще? Как могли русские военнослужащие попасть или погибнуть, или умереть в Египте в марте 1919 года? Лет 20 я ломал голову, но не подряд, конечно, а время от времени возвращаясь к этим могилам, которые я, конечно, сфотографировал, а должен вам сказать, что англичан в этом отношении порядок. У них еще после Первой мировой войны была создана специальная служба, которая поддерживает английские военные кладбища во всем мире. И все это хорошо документировано, хорошо оформлено. Скажем, у надгробия представителей каждой национальности своя форма издалека можно увидеть. Там похоронен, скажем, англичанин, индус, русский, француз. Соответственно, и эти могилы, наши 1919 года, тоже очень ухожены в общем ряду. Ну и, конечно, в конце концов, помогли выяснить ситуацию архивы. Оказалось, что после окончания Первой мировой войны часть бывших военнопленных, которых англичане освободили из турецкого плена, они перебросили в Египет. И поселили там ожидание репатриации в двух лагерях. В Кантаре, это на берегу Суэцкого канала, между Исмаилией и Суэцем. И в том самом Тель-Аль-Кибире, рядом с которым английская военная кладбища. Причем численность их была довольно значительна. Правда, я нашел цифры только касающиеся Тель-Аль-Кибира. Так, в мае 19-го года, там было наших бывших пленных 1148 человек. Ну и вот, знаете, с находкой этих документов архивных сразу стало ясно, ну, по крайней мере, процентов на 99, что те наши соотечественники, которые в Тель-Аль-Кибире похоронены и умерли там в марте 19-го года, это почти наверняка люди из этого лагеря в Тель-Аль-Кибире. То есть те бывшие пленные, которые ожидали репатриации, и по причине ранений там или болезней, вот, в общем, до репатриации не дали. Ну, а надо сказать, что представьте себе, 19-й год, идет гражданская война, непонятно, куда отправлять этих бывших военно-пленных русских на какие деньги, все совершенно непонятно. И вот тут интересная штука. Тель-Аль-Кибире понимает, что когда они попадут на родину, что, чего, группа решила, что надо заниматься самообразованием и в любом случае время не терять. Каким-то образом попали к ним элегантские газеты, в одной из которых они вычитали, что можно дать заявку в Париж, чтобы прислали учебники, тетрадки и так далее. И вот как раз в сборнике, который у вас сейчас на руках, я привел практически дословно два письма, вот, из Тель-Аль-Кибира с просьбой об этих учебниках. Они такие довольно трогательные, вот, потому что и те, кто школу создал и сам там преподавал, не больно сильно были грамотные люди, в чем они честно признавались. Причем буквально через две недели им прислали 65 книг, 65 книг, так вот. Вот, и они было бросились их изучать и все, но в этот момент судьба бывших пленных резко изменилась. Значит, их посадили сначала на поезд, привезли в Суэц, в Суэц погрызили на пароход и куда-то увезли. А вот куда, на этот счет архивы атлета не дают. Ну, вполне возможно, что куда-то на Дальнем Востоке их высадили. А может, где-нибудь по дороге, может быть, где-нибудь по дороге. То есть, в Тель-Аль-Кибире уже в феврале 2020 года этих бывших наших военнопленных не было. Но зато через месяц, в марте, там туда уже заселили беженцев с юга России и с Новороссийска. То есть, беженцев уже от другой войны. Так что лагерь этот существовал, в общем, достаточно долго. А что касается тех, кто жил в Кантаре, то, по-видимому, они находились значительно дольше. Из документов известно, что репатриировали их только где-то в конце октября, причем в 2020 году. Причем тут уже мешалось наше правительство. Эти документы опубликованы в сборнике «Внешняя политика СССР». Так, и привезли их уже в Одессу, по пути в Константинополе забрали тоже тех, кто хотел вернуться на родину. Так что обитатели лагеря в Кантаре пробыли в Египте дольше. Но, к сожалению, о том, как они там жили и чем занимались, я пока не нашел. Я пока не нашел. Вот такая вот история, начавшаяся с детектива и кончившаяся некоторой такой более или менее разумительной информацией об этой группе людей. Спасибо. Аплодисменты. Спасибо. Спасибо.